Киев можно привозить события международного европейского масштаба. Город создал очень много других локаций. Когда будет без виз с Америкой? Сейчас бюджет на развитие туризма на бумаге 50 миллионов. Городская власть максимально пытается со своей стороны не мешать. Ни один ивентер не должен платить деньги за то, что он проводит в городе мероприятия. Привет, друзья! Это влог Event Rules и я, ее ведущий, Сергей Родинов. Сегодня у нас в гостях будет Антон Тараненко, глава управления туризмом и промоцией города Киева. Почему мы сегодня общаемся с Антоном? Потому что Антон является главным проповедником мероприятий блокбастеров в городе Киев. Также Антон проводит различные мастер-классы на тему, как работать с представителями властей и как проходить 30 кругов ада, чтобы организовать мероприятия в городе Киеве. Об этом всем мы узнаем сейчас у Антона. А вот Антон. Привет, Антон! Привет, Сергей! Как настроение? Добрый день! Все хорошо, спасибо! Хорошо. Пройдемся, пообщаемся, узнаем, что же такое мероприятие блокбастеры. И хотел уточнить, правильно я назвал твою должность? Все так. Сейчас занимаюсь туризмом, до этого занимался ивентами. Последние, наверное, 10 лет, так или иначе, событийный туризм и события, как составляющая моей жизни, очень близко, очень рядом со мной. Поэтому ты ни в чем не ошибся. Все-таки, что такое мероприятие блокбастеры? Начнем с самого главного. Почему мероприятия блокбастеры и для чего они вообще нужны? Ну, смотри, на самом деле термин этот появился несколько лет назад, наверное, в 2016 году, когда я массово и, наверное, очень, так, достаточно серьезно начал заниматься туризмом в городе, в стране. Для меня было понятно, что событийный туризм является достаточно сильным показателем для развития, в принципе, отрасли. А события, которые привлекают, они, как мне кажется, их можно сравнить с качественным, хорошим фильмом. Вот качественный, хороший блокбастер, который привлекает аудиторию, финансирование, бюджеты. Были ли такие в Киеве? Если мы сравниваем с мероприятиями, то я считаю, что в Киеве есть такие события. И на наших презентациях мы всегда приводим, например, фестиваль уличной еды, Новый Риг между двумя зоныцами, або Новый Риг на Софийской площади. То есть новогодние праздники, достаточно массовые, масштабные. Далее можем говорить про атлас-викенд, как музыкальное событие. Сейчас очень неплохо себя показывает Ю-парк фестиваль. На котором мы встретились. Да, из новых, которые, кстати, вы недавно показывали в своем влоге, это Белив, опять же, Бай, Уличная Еда, Тим, Крю. То есть они вот молодцы. Я считаю, что такие события могут претендовать на звание блокбастера, потому что составляющая именно вот этого термина, как минимум в моем, скажем так, представлении, это мероприятия, которые собирают от 10 тысяч человек. Мероприятия, которые имеют достаточно... От 10 тысяч человек? Да, достаточно большие бюджеты, ну, не знаю, от миллиона гривен минимум. И, например, это мероприятие точно международного формата, ну, либо всеукраинского, как минимум. То есть это не локальные события. Ну, уличная, да, в принципе, очень под международные. Я бы сказал, уже международная, где-то 10-15% посетителей как раз фестиваля уличной еды с каждым годом, это все-таки иностранцы. И это не внутренние украинцы, а это именно иностранцы. Еще почему стоит приезжать в Киев на уикенд? Потому что практически всегда, каждую неделю там проходят какие-то события. И именно эти события могут быть еще одной составляющей частью для вашего пребывания в Киеве. Также и спортивных событий, я считаю, марафон. Халф-марафон и полный марафон, который будет в октябре, они тоже могут смело претендовать на мою терминологию мероприятия в блокбасте. Зачем тогда вот лично тебе или там КМДА такие мероприятия? Вообще, я считаю, что событийный туризм, как в Крэн, сейчас, в принципе, достаточно сильно пропагандируется во всем мире. И Киев не исключение. Это визитные карточки города. Все мы знаем, что, например, Будапешт славится своим Сигитом. В октябре или в конце сентября на Октоберфест приезжает очень много людей в Мюнхен. Можно перечислять очень долго разные примеры того, как события фактически стали промоцией той либо иной дестинации. Соответственно, с точки зрения поддержки, ну, во-первых, городская власть максимально пытается со своей стороны не мешать, и это самое главное. Не мешать, да, это главное. И второе, это всячески поддерживать как минимум промоционно. То есть, например, те фестивали, о которых я тебе сказал, они включены в календарь событий города. Эти фестивали максимально поддерживаются в рамках городской карты, которая бесплатно раздается на тех либо иных наших информационных ресурсах. То есть, туристический портал visitkiev.travel. Максимально идет промоция в тех ресурсах, которые уже созданы нами. Это все бесплатно? Это все бесплатно. Если говорить про какие-то дополнительные функции. Когда-то, когда у нас была возможность размещать рекламу на некоторых плоскостях в городе, мы делали это. Сейчас у нас нет такой возможности. К сожалению, мы не можем предложить организаторам такого рода услуги. Но это не есть, скажем так, наша собственность, собственность города. Это есть частный бизнес. Но у нас есть такая неформальная договоренность, что те мероприятия, которые поддерживают город, они в принципе иногда в какой-то части могут быть поддержаны и наружным каким-то проявлением. Есть какой-то любимчик, самое любимое мероприятие в городе Киеве? Ну, пока любимчиков нет точно. Всех поддерживаем, со всеми работаем. Я думаю, бизнес сам скажет, ивент-бизнес о том, что, наверное, с нами точно всегда можно найти коммуникацию. Из тех, которые, наверное, туризмообразующие, максимально по количеству туристов, если не брать большие ивенты, которые проходили в Евровидении, в финале чемпиона за последние два года, я думаю, марафон, туризмообразующие события. Возможно, атлас-викенд, но в части, опять же, не иностранных туристов, а внутренних. А как вы измеряете эти цифры? Ну, скорее, для нас показатель измеряется не по конкретному фестивалю, а в целом по году. Если говорить непосредственно о Киеве, то данные пограничников, которые проверяют на въезд иностранных граждан на территорию города Киева с пребыванием минимум от 24 часов, что автоматически записывает нам его в туриста. Причем, неважно, деловой туризм приехал на конференцию, либо на ивент, либо на какой-то фестиваль. Также у нас есть туристические инфоцентры, в городе их 16 и в каждом аэропорту, которые также ежедневно, общаясь с туристами, примерно фиксируют, сколько обращений, с каких стран мы можем среднюю дельту видеть. Плюс гостиницы, это размещение конкретно в средствах размещения тех либо иных туристов, у нас есть отчеты. И туроператоры, которые привозят туристов. То есть много разных показателей. Плюс у нас, например, туринфоцентр работал на Атлас Викенде. Мы понимали, что там в среднем было около 10-15 обращений. Из них 90% это были украиноговорящие или украинские туристы, которые, либо же просто визитеры, которые фактически пришли на мероприятия. То есть процент иностранства был очень маленький. Но он был. И с каждым годом он растет. События нужно поддерживать, максимально поощрять. Кстати, вопросы с Атлас Викенда мы уже второй год их поддерживаем. Не только условно теми небольшими ресурсами, которые у нас есть в этом году. Например, вот через неделю, я уверен, выйдет крутой видеоролик, отчетный по фестивалю, который непосредственно делался полностью при нашей поддержке. И он будет максимально промоцировать следующий уже фестиваль 2019 года. Это такая уже, наверное, реальная поддержка. Хотя в бюджете изначально на развитие и на промоции этого фестиваля мы планировали... То есть город даже выделяет определенный бюджет на такие мероприятия? 200 тысяч на развитие такого фестиваля, хотя должно было быть 3 миллиона. Вот это круто. Но ввиду того, что финансирования не было на отрасли в полном объеме... Ну да, я, кстати, слышал, что финансирование департамент туризма не очень финансирует, как вам еще удается что-либо делать. То есть туризм как отрасль в 2014 году был 500 тысяч гривен на год. Чтобы ты понимал, для сравнения бюджет Франкфурта на год 5 миллионов евро. 5,3,15,150 миллионов гривен. То есть это колоссальные разрывы. Например, если далеко не ехать в Рига та же, бюджет Риги 2,5 миллиона евро. А сейчас какой бюджет? Сейчас бюджет на развитие туризма на бумаге 50 миллионов, по факту дали 12. Антон пользуется популярностью как блогер, как чиновник. Люди узнали его во время нашего интервью и задают вопросы. Коль мы уже зашли про бюджет, как тебе вообще захотелось поменять направление или как ты к этому пришел? То есть 10 лет, чуть меньше, наверное, да? Если лет назад ты занимался ивентами, я знаю, там успешные, крутые, большие ивенты были. И вот как так поменять эту всю ивентерскую прекрасную жизнь на чиновническую работу? Тем более, ты говорил, бюджет 500 тысяч был. То есть чем тебя это привлекло? Ну, во-первых, когда война на Востоке началась, я уже для себя тогда понимал, что нужно как-то переориентироваться. Перевести тогда бизнес. Ну, мы частично перевезли, мы занимались мероприятиями и в Киеве. Хотя, как бы, дислокация у нас была все-таки на востоке Украины. Вот. А потом было приглашение от мэра города прийти, заниматься отраслью. Тогда поменялась политическая конъюнктура полностью в стране и в Киеве тоже. И, в принципе, совершенно другие лидеры. Мне понравились взгляды Виталия Владимировича, как он захотел менять этот город. Вот. Собственно, и из тех направлений, которые были в городе, наверное, то, в чем я, ну, максимально, скажем так, мог бы разбираться и проявить свои какие-то скиллы, то это все-таки туризм. Ну, я так понимаю, основной инструмент, который вы используете, это ивент-маркетинг? То есть с помощью мероприятий вы хотите больше развивать? Ну, не только. Сейчас уже нет. Сейчас уже это и политические какие-то инструменты, и либерализация визового режима, и промоция в целом дестинации не только через ивенты. И коммуникация с рынком, создание туристических пакетов. Ивент-маркетинг – это как составляющая, можно сказать, стратегии. Но это не есть самое главное. Сейчас это приоритет где-то, потому что в этом сейчас тренд, и я считаю, что продавать нужно так. Города, дестинации, отдельные, может быть, даже события. Но сказать о том, что именно на этом полностью строится развитие туризма – нет. Есть же еще очень много локальных вещей, которые тоже нужно не забывать. Навигация по городу, возможность, скажем так, быть причастным к каким-то инфраструктурным объектам, которые помогают туристам намного комфортнее пребывать в городе. Тут у меня как раз спрашивают подписчики наши, когда будет без виз с Америкой? Слушай, ну, этот процесс как бы не такой долгий. Тогда, когда, наверное, если ответить одним предложением, тогда, когда это будет интересно Америке. Вот сейчас нам интересно, чтобы американцы приезжали к нам непосредственно без визы, потому что мы в них видим, в первую очередь, потенциал. Во вторую очередь, заинтересоваясь не только в бизнес-отношениях, но и в туризме. Кстати, Америка у нас занимает почетное третье место по туристическому потоку в Киеве. То есть нам, американцы, так много их приезжает? Так много их приезжает, и причем не только по бизнес-составляющей, но и по туристической круизе, например, которые отправляются еженедельно практически с Киева до Одессы, они практически полностью забиты туристами из Америки, либо из Германии. То есть это туристы где-то 50-55+, которые любят вот эти все направления. Что тебя мотивирует? То есть для тебя это какой-то вызов, ну, учитывая, что здесь там не особо такая, как ты сказал, денежная индустрия. Скорее, бюджетопредначающий как раз один из самых, потому что туризм это составляющая экономики, не самый большой по бюджету департамент, знаешь, в котором там условно... Ну, то есть мы из 500 тысяч увеличили бюджет туризма там до 15 миллионов условно. Но это все равно, как бы, например, бюджет там культуры это там миллиард, да? Ну, то есть ты понимаешь, да? Наверное, у нас самый минимальный по финансированию департамент в структуре КМДА. Но при этом, я считаю, один из самых важных с точки зрения привлечения денег в бюджет. Потому что мы посчитали за прошлый год только, минимально туризм принес в бюджет города, ну, точно около 250 миллионов. Это именно живых денег, которые заплатили с налога в отрасль. Там только туристический сбор составил почти 30 миллионов. До Арабских Эмиратов нам еще далеко. Далеко, да. Но мы все-таки на правильном пути. Если говорить про то, чем движут, то да, наверное, это вызов. Ну, у тебя такая, в принципе, из всех чиновнических работ, у тебя, наверное, одна из самых интересных и активных. Я смотрю, ты проматируешь город Киев по всему миру. Я бы сказал, что не только мы имеем такую представительскую функцию. У нас есть департамент международных отношений. Практически каждый департамент имеет свою коммуникацию на своем уровне с другими городами и странами. Ездят все. Другое дело, что туризм все-таки это промоция. Это, я тоже думаю, что такая больше, скажем так, составляющая промо города. Собственно, если у тебя есть, скажем так, инструменты для того, чтобы убедить руководство, что это нужно, то да, это работает. Если у тебя таких инструментов нет, то посмотри, есть другие города или даже страна, и там минимум активности. Я видел, ты запустил свой блог на ютубе. Ну, скажем так, блог – это продолжение моей работы, так или иначе, но уже неформальное. Я бы не хотел, чтобы он как-то ассоциировался с моей профессиональной, скажем так, работой. То есть это лично твоя инициатива? Это моя личная инициатива, это не есть часть какого-то там программы, либо же ни в коем случае бюджета. А блог, наверное, это желание мое донести информацию про наш город в качественном каком-то формате. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Я просматривал разные... Кстати, очень крутой блог. Рекомендую, друзья, подписывайтесь. Визит Киев, да? Визит Киев, да, через Y. Лайк, колокольчик. В общем, все, что там есть, я думаю, будет интересно вам, однозначно узнать о городе. Тем более, там есть и на английском языке видео для ваших друзей, партнеров за рубежом и на русском языке. 30 кругов ада для получения... Не помню, там сколько там... Короче, много было кругов ада для того, чтобы получить разрешение провести мероприятия в Киеве. Круги, я не считал бы в количественном каком-то соотношении. Есть несколько этапов. Так или иначе, это такая формулировка, она больше, ну, не знаю, наверное, придуманная сами инвентерами. Мною больше как бы я ее ретранслировал. Подхватил. Потому что они жаловались очень часто на то, что это проходит долго. И все из-за, мне кажется, в первую очередь незнания. Многие молодые инвентеры, которые хотят сделать хорошее мероприятие в городе, начинают с того, что вот, а, я считаю, что это так нужно. При этом они, скажем так, не пытаются понять, как это в целом происходит. Хотя это уже давно написано и не нами, и как бы это работает. Сколько сейчас нужно времени для получения разрешения? Ну, небольшое мероприятие. А то, я думаю, до месяца вполне этого будет достаточно. Может, даже меньше. Если мы говорим про какую-то съемку, видео, ну, вообще сейчас создали отдельную структуру, Киевская кинокомиссия. Она, кстати, тоже есть в структуре нашего департамента. И вообще, в принципе, там можно и за неделю получить право на съемку. Недавно снимали крутой фильм про Чернобыль от известной компании HBO. То есть, ну, это какие-то большие проекты, разные. Если, например, мы говорим про... Привет. Если мы говорим, например, про конкретно события, ивенты большого или серьезного уровня, буллбастеры условно, то я думаю, к таким вопросам надо подходить за 2-3 месяца. А это сколько денег стоит это получить разрешение? Не стоит ничего. Вообще, проведение мероприятий в городе ничего не стоит. Вот парки... Официально? Официально и неофициально. Не знаю. Неофициально я слышал порядка 100 тысяч гривен. Ни один ивентер не должен платить деньги за то, что он проводит в городе мероприятия. Другое дело, он должен... Нам платить должны. Ну, скорее, он должен соответствовать всем правилам и требованиям, которые есть у города. После себя оставлять его чистым, проводить в порядок территорию. Может быть, наоборот, даже апгрейд делать какой-то этой территории, потому что очень часто массовые какие-то мероприятия в городе, они так или иначе... Облагораживают его. Ну, скорее, наоборот, они делают какой-то дестрой внешнему виду, и потом организаторы просто должны это привести в порядок. И киевендеры, которые этим занимаются, там, те же ребята из Run Ukraine или, например, свойственно с ярмаркой, они однозначно знают, наверное, какие есть тарифы на уборку, либо, например, на перекрытие, еще что-то. Это официальные тарифы, да, которые прописаны в городе. А так, знаешь, ну, как бы за какой-то Решалово или еще за что-то, ну, это точно нет. Я думаю, нашим зрителям будет интересно, какие еще мероприятия планируются интересны в Киеве в ближайшие полгода. Ну, в ближайшие полгода однозначно это марафон в октябре месяце, это день Андреевского спуска в начале сентября, если я не ошибаюсь, 7-го числа. Это три грузинских мероприятия, Картули-фест, Баржоми-фест и Тбилисоба, и они все будут проходить практически там с 15 сентября по 10 октября. Дни Грузии в Киеве? Практично, да. Я бы сказал не дни, а месяц, наверное, потому что слишком много мероприятий. А вот в следующем году планируется несколько больших событий в международном уровне. Я знаю, что будет DragonBot в конце августа, начале сентября, это гонки на таких каноэ с головами драконов, то есть интересные такие. Тем билле не делаем на них. Мировой чемпионат, да, будет в Киеве. Также планируются еще два мероприятия, одно связанное с аэр-шоу, а второе связанное с форматом типа Евровидения. Но пока я не могу сказать, потому что есть определенные у нас там... Кстати, вот по поводу площадок для таких мероприятий. Ну, у нас, согласись, в Киеве реально это проблема. То есть нет достойных больших площадок для крупных ивентов. Если говорить про открытые мероприятия, я считаю, что площадок достаточно. Другое дело, как их использовать. Есть и площади, на которых можно делать мероприятия. И как показывает практика, что не только Крещатик вообще, в принципе, рассматривается. Я вообще к Крещатику, как локации для мероприятия, отношусь не очень позитивно. Я считаю, что это должна быть такая воскресенье Ла Рамбра, знаешь, улица в Барселоне, на которой постоянно идет жизнь. А во все остальные дни это все-таки должен быть транспортный узел, который дает вот эту развязку и снижает негативу киевлян, которые за рулем ездят каждый день. Поэтому город создал очень много других локаций, таких, как, например, тоже контрактовая площадь на Подоле, которая перекрыта. Она специально сделана для того, чтобы там... А это не вызывает негатив? Ну, контрактовая площадь, где намного легче условно объехать эту часть. С точки зрения закрытых локаций на закрытые мероприятия, я с собой согласен, не хватает еще одной стереоплазы, либо же вообще чего-то среднего между двумя с половиной тысячами и пятью тысячами. Да, на две тысячи пять это вообще очень... Да, у нас есть на полторы тысячи несколько заведений, у нас есть на пять тысяч, у нас нет серединки, две с половиной-три тысячи, как минимум нет серединки в... А возможно выделить городу какие-то финансирования на постройку такого мероприятия? Я считал, если строить там под себя такую площадку, то она, не знаю, вряд ли купится вообще в Киеве. Ну, теоретически это возможно, скорее всего, да, но тут нужно понимать, где это построить, потому что не так много мест. Я знаю, что кинотеатр «Русь» хотят немножечко... Трансформировать? Да, реконструкцию сделать, из него сделать такой комплекс, как концертный зал, там можно сделать до полутора тысячи посадок, а если мы говорим про стоячку, там еще больше можно сделать. Другое дело, что я не думаю, что проект в течение года, например, сможет взлететь. А вот создание коммерческого какого-то объекта, который бы мог разгрузить вот эту вот необходимость, потому что мы видим, что с каждым годом в Киев приезжает больше мировых имен, известных артистов. Средний чек на билеты уже не пугает за там 1200-1500 гривен. Я был на The End World буквально позавчера, и я тебе скажу, что билет стоил 1600 гривен. Это фан. И людей было достаточно. То есть в Киев можно привозить события вот международного европейского масштаба. То есть вписывать Киев в какие-то туры больших артистов уже можно. Также точно, я думаю, мы с тобой посмотрим, как пройдет Amazing Dragons. И я думаю, это тоже показатель того, что стадионные форматы больших событий можно делать. Донецк или Киев? Сейчас Киев, но в сердце Донецк. Зигит или Атлас Викенд? Атлас Викенд на Зигите не был. Ага. В следующем году поедем? В этом году еду. А, круто. Меня возьмешь? Пожалуйста, послезавтра вылетаем. Все, договорились. Ивентерство или чиновническая работа? Наверное, чиновническая работа через ивентерство. Бег или велосипед? Велосипед. И процесс или результат? Результат. Ну что, друзья, это был блог Event Rules. Антон Тараненко, спасибо большое. Было очень интересно. И может, какой-то придумаем подарок нашим подписчикам? Там, автограф с тобой или... Я думаю, лучшим подарком будет... У нас есть туристическая карта Киевпас, которая дает возможность посетить 50 музеев, все практически галереи, то есть практически все туристические объекты Киева. Даже тем, кто в Киеве, киевляне, я уверен, что они даже и в половине мест этих не были, плюс там скидки есть на рестораны. Поэтому готовы подарить карту. Задавайте, друзья, вопросы. Будет такой классный подарок. Самый интересный вопрос, по вашему мнению, мы подарим такую карту Киевпас. Соответственно, человек, который задает, и его другу. Супер. Спасибо еще раз большое. До скорых встреч. Лайки, колокольчики. Мы вас любим. Субтитры сделал DimaTorzok